Это новая серия разоблачений от депутата Верховной Рады Андрея Деркача. Плёнки, на которых голоса удивительно похожи на голоса Джо Байдена и Петра Порошенко, обсуждают немыслимое между, казалось бы, двумя равными странами. Вот, например, в феврале 2016 года по звонку из кабинетов США решается судьба на тот момент уже экс-премьер-министра Арсения Яценюка. Арсений беспокоится, что когда он перестанет быть премьер-министром, он потеряет свой иммунитет. И его могут преследовать, ведь он не депутат парламента. Я могу дать любые личные гарантии и поручиться за прокурора, что у нас на него ничего нет, и мы защитим его. Ему всего 42, он политическая фигура, и думаю, у него хорошее будущее. Кажется, в своей стране Порошенко мог поручиться за чиновника любого уровня или надавить на него. Моя команда очень плотно сотрудничает с «Нафтогазом». Мы хотели бы, чтобы нынешнее руководство осталось, но, кажется, премьер-министр не очень этому рад. Я обещаю, я ничего не знаю о намерениях премьер-министра, но я приглашу главу «Нафтогаза», и мы с ним обсудим все эти странности. Иногда заокеанский покровитель ставит четкие условия. Байден прямым текстом говорит Порошенко, заставьте премьера сделать то, что нам нужно, и получите свой миллиард. Как мы все помним, в итоге Кабмин Гройсмана повысил тарифы для населения Украины, прикрываясь тем, что это не его воля. А вот президент встревожен тем, что ФБР контактирует с беглым олигархом Александром Онищенко, у которого вроде тоже есть компромат на Порошенко. Он где-то прячется не в США, но по скайпу заявил, что сотрудничает с ФБР, ведется расследование, его проверяют на полиграфе. Если это правда, я хотя бы должен об этом знать. Нет, ФБР с ним побеседовали и решили, что у него ничего нет, и они перестали. Вот и все. На фоне дела о коррупции в компании Буризма, где уже замешанный сын Байдена и Трампа и Порошенко, словам экс-президента Украины, теперь не доверяют даже американские журналисты. Вы разговаривали с вице-президентом Байденом много раз, он часто на вас давил по разным поводам, а на тему компании Буризма вы общались? Мой четкий ответ – нет, никогда. Заверяю, ни Обама, ни Байден, ни Трамп, ни Пенс на меня никогда не давили. И тут же называют Украину самой проамериканской страной в мире, но на украинском телевидении все это не оценили. Почему господин Байден управлял нашей страной, как какой-то племенем диких обезьян? Как мы это можем терпеть в европейском государстве? И вы врали нам с утра до вечера, рассказывая нам о том, в Европу вы идете, в Европу, вы в с***цу идете, паразиты, вы сдаете каждый пункт. Сам же Порошенко в ожидании своих многочисленных судов, в том числе и за госизмену, появление новых пленок привычно объяснил информационной войной.